С наступлением весны к административно-техническим инспекторам всё чаще обращаются граждане с просьбой разобраться с незаконными парковками. Ведь водители без стеснения ставят свои автомобили на газоны и детские площадки. Если зимой эти участки защищены сугробами, то весной и летом зоны отдыха превращаются в стоянки для машин. Сотрудники Госадомтехнадзора побывали на проспекте Ленинского комсомола во дворе дома номер 52, где такая проблема существует уже более 10 лет. На протяжении 10 лет пытаемся писать, вернее не пытаемся, пишем заявление, чтобы сделали нам стоянку. А результата нету никакого. А штрафы приходят. За что? Куда стоять машины? Знаки понавешали на дорогах. Штрафы приходят. Здесь штрафы приходят. Как нам быть? Сделайте, пожалуйста, стоянку. Уже не раз в социальные сети попадает информация, где жители этого дома жалуются на своих соседей, которые ставят машины на газон. Как объясняет Дмитрий, дворовая территория совершенно не предусмотрена для парковки большого количества автомобилей. И у водителей просто нет другого выхода, как нарушать закон. А некоторые даже резервируют на газонах места, ставят ограждения и перекрывают цепочками. Успокаивают только одно. Придомовая территория входит в план благоустройства на 2016 год, предусматривающие увеличение парковочных мест. Выявили мы машины, это порядка около 50, то они все будут занесены в наш реестр и будет назначено все административное изыскание за стоянку на газоне. И не важно, что нет травы, но это уже траву заездили машинами. Самое главное – это то, что стоянка на газоне. Подобная ситуация и во дворе соседнего дома. Мы будем следить за ситуацией с такими парковками и обратимся к администрации Ленинского района, что жителям этого дома ставить автомобили негде. Аналогичная проблема была в проспекте Ленинского комсомола, дом 36. В том году сделали кармашек для автомобилей, и сейчас как раз местные жители этого дома могут спокойно парковаться в этом кармашке. Достаточно для всех мест. Обращаются жители не только отсюда. У нас по городу Видного самое большое еще тоже идет обращение. Это с улицы Завидной, Фокина, где новые микрорайоны, где машин очень много, но не предусмотрены парковочные места. Данная проверка проходила в рамках месячника благоустройства на территории Ленинского района. Но сотрудники Госадмотехнадзора периодически выезжают как по звонкам жителей, так и в профилактические рейды. Все нарушения фиксируются и производятся наказания в виде административного штрафа. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.